Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Господь спускается с горы Илеонской, Он обращается к Иерусалиму, но мы понимаем, что обращается Он, во-первых, к жителям Иерусалима, к народу иудейскому, и говорит, о, если бы ты знал, что способствует твоему спасению. Словами своими передаю. Что способствовало спасению народа? Страшные, мучительнейшие страдания и смерть. Но никто этого не понимает. Все радуются, надеясь на то, что сейчас установится царство иудейское, которое подчинит себе все царства мира. Они ждут царя-победителя, который сверхъестественной божественной силы подчинит всех людей, которые станут рабами иудеев. Причем от этого мнения не свободны даже ученики Господа Иисуса. Именно по этой причине, как мы помним, два любимых ученика, братья Яков и Иоанн, просят, чтобы он разрешил им сесть одного по правую, по другому по левую руку в его царстве. Они тоже ждут такого же царства и никак не могут понять. Любимые ученики, верные ученики наиболее, они не понимают, они все ждут земного царя, который сделает народ израильским единственным царствующим народом на земле. Как горько Спасителю. Он спускается с горы, но на душе у него нет радости. Народ радуется. Его встречают с ветвями, цветущих деревьев, с цветами, постелают ризы по дороге, потому что, как говорит апостол Иоанн Богослов, они знают о невероятном чуде, которое он совершил вчера. Воскресил разложившегося лазаря четверодневного, свердящего. Они понимают, что это действительно Божий посланник, это не просто человек. Они встречают его как царя, который должен дать им это царство. как они ошибаются. Как горько Спасителю, который прекрасно понимает, что он идет фактически на смерть ради них. А они ничего не понимают. Он уже знает, как Бог, что ему придется перетерпеть не только вот эти страдания физически, страшные страдания. В какой-то мере, вы знаете, они были запечатлены в фильме, который американский режиссер снял. Как его фамилия забыл? Мел Гибсон. Да, Мел Гибсон. В какой-то мере, мы понять до конца этого не можем, как он страдал. Но моральные страдания, он же понимает, что его предадут не только вот этот народ, который сейчас кричит Асанна, сыну Давидову. Они сейчас кричат. Он знает, что они завтра будут кричать совсем другое. Но он знает, что и любимый ученик, ревностный его предаст. Трижды от него отречется. Он знает о предательстве Иуды, о том, что все апостолы разбегутся в страхе. Как это горько ощущать? Вот сейчас эти крики, радости, все ждут земного царствия. А мы ничем не отличаемся, между прочим, от тех древних иудеев. Посмотрите, что произошло у нас в стране. Пообещали большевики здесь земного царствия, так же, как и иудеи ждали земного царствия на земле. Вот у вас будет все. Фабрики народу, рабочим, землю крестьянам. Здесь будет справедливость. Все отнимем и разделим. Как говорил персонаж из фильма «Собачье сердце». Шариков. Отнять и разделить. И все будут счастливы здесь, не где-то, когда-то, а здесь и сейчас, на земле. Отберем и разделим, все будет отлично. Также точно сегодня большинство христиан, формальных христиан, точно так же молятся только о том, чтобы здесь им было хорошо, ничем не отличаясь от язычников. А не обращаются ко Христу только с тем, чтобы была хорошая работа, был хороший муж или жена, чтобы детки были здоровы, чтобы машину новую купить, квартиру побольше, дачку построить удачно. Вот ходят в храм и молятся об этом. О земном. И никто не думает, мало кто думает о спасении своей души. Да, это праздник, потому что для нас, христиан, кто понимает, что послужило нашему спасению, какую жертву принес Господь Бог, он начинает этот путь сегодня. С этого дня начинаются его страдания, моральные и физические страдания. И они приведут к нашему спасению. Но как тяжело ему в этот день, спускаясь с горы, под приветственные крики о санна вышних. И когда даже Господь Бог говорит с ним, они не понимают, это гром прогремел, говорят они. Другие говорят, это ангел говорил ему. Вроде бы так ясно. И все равно не понимают. Уши закрыты, глазами видя не видят, ушами слышат не слышат и не разумеют. Вот так мир и дьявол окаменил их сердца, ничего не понимают. К сожалению, повторяю, мы мало чем отличаемся. Надо нам раскрыть уши и понять, здесь, на земле, никогда не будет никакого земного царства. И кто мечтает о каком-то совершенном царстве справедливости, здесь его быть не может. Это наивные люди. Мы знаем, что здесь князь мира сего овладел большинством человечества. И люди сами отдали ему свои души. Они хотят только вот этого мирского и земного. Ни о чем более духовном не помышляют, ни о каком спасении души своей. А значит, в них царствует и гордыня, и тщеславие, и властолюбие, и жадность, и жестокость, все что угодно. И это не даст никогда здесь, на земле, быть царством Божьим, царством справедливости. Поэтому мы в этот день, празднуя этот праздник, сочувствовать должны Господу, который в этот день идет, начинает идти к своим страданиям. Но, тем не менее, Он придет к воскресению, к спасению нашему, и это для нас действительно начало нашего спасения. Всех вас поздравляю с этим праздником. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова